Всем привет! Это Модем. Игорь, Колян и ваш покорный слуга Василий. Мы играем примерно рок, примерно современный, примерно электронный. И в общем совершенно не хочется загонять себя во что-то чёткое, поэтому примерно Модем. Это был 1999-й какой-то. В общем, это было прошлое тысячелетие. Детка, хочется сказать. Появился, и что-то мы поделали-поделали. Успели выступить с группы Хим. Вдруг это на нас обрушилось. И потом появился слот. И когда появился слот, вокруг умерло много проектов, в которых мы что-то пытались сделать. Точнее, они все просто умерли, потому что мы ринулись с головой. И что будет какое-то продолжение для Модем, я даже об этом просто не думал. Но потом, уже в современной истории... Первый был этот клип, наверное, Распутин. Да, был первый Распутин, потому что ситуация была такова, что это накипело. Актуально? Вылилось просто. Это был 2012 год, получается. Но эта песня ничего не значила, никакого продолжения проекта тоже. В принципе, просто захотелось приколоться. Мы развлекались, потому что я все это набросал, начал показывать, и все ржали. И потом Слава Подгоевский, который сейчас наш главный кинорежиссер по хоррор-муви, я к нему тоже показал. Он говорил, давай снимем. И мы, в общем, сняли студию, сняли этот смешной клип, и все. Я думаю, все. А потом... А потом я появился. Но я тогда и был. Мы с тобой гранатовый сок делали. Да, это мы делали с тобой. Это был 2014 год. Все правильно. Я хочу сказать, что к тому времени, я просто понял, ночью песни-то лежат. Ну, что они лежат? Надо их как-то рекордировать. Мы даже альбом начали делать. Да, мы начали творяться. До моего прихода в слот еще. Да, 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 да. А тогда ты уже подменял нас... Подменял? Подменял? А я как раз в 12-м году я подменял. Вот, уже тогда. Все случайность у нас... Да, и в 14-м тоже, кстати, подменял. Да? Летом. А, на... Бам! Точно. Значит, да, с Васяном получилось так, что Дуду заболел. Дуду, ремарочка, это барабайщик бывшей группы слот. Я не надо этим сменюсь. Приехали в Волгоград, небольшой тур, и Дуду просто говорит, что это... И загремел в больницу с аппендицитом. У нас пять городов стоят вот так подряд. Или четыре. Пять. Пять, да. Пять городов подряд стоят. И а что делать? Начали всех обзванивать. Кто может на один концерт, кто на два, кто не может. И вот Васян сказал, что окей. Только я был в температуре там под 39. Не помню. Или вылезал мертвый. Я такой, ну я готов. Телефон на сколько? Приехал тоже нормальный. Ну так, я себя в руки взял, как говорится. Сколько там? 20 песен, да? Было. 17. Ты начал с 17. И еще парочку докинули. Еще парочку докинули. А это было за два дня. Это была веселая история, потому что этот концерт мы отыграли типа Unplugged на Волгограде с каким-то преподавателем местной перкуссионной школы. Он там что-то... На следующий день мы ждали уже Васяна, но на Сталболь спустился туман, он просто по улицам ходил. Вот так. Просто по улице идет облако. А, он Васян по улице вот так. Не, у меня похожее состояние было, потому что я прослуженный был. Тогда бы сыграл бы. И нам просто приходит информация, что он приземлилится-то вовремя, но в Минводах. Да. И автобусом еще много-много часов. И он приехал аккуратненько к концу нашего концерта, который перкуссионистом уже был я. Сидел что-то... Вы уходили со сцены, все, я приехал, а вы как раз пришли. То есть не повезло. А потом он отыграл два концерта, отлично. А третий концерт, пятый ваш, третий мой. В Сочах просто мы уже все нормально, все устроились. И тогда была подготовка к Олимпийским играм в городе. И сказали, что, простите, район Светлана... Так, район называется, Светлана. Пока без света до утра, ладно? Какая-то акустика, свечи и, в общем, какой-то концерт. Было весело. Мы даже называли этот тур, не могу сказать, как. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мои руки растут оттуда. Мои ноги ведут медалья туда. И буны ранее прилетают назад. Мои песни поют простудо. Меня окружает среда. Кто-то мне выбрал этот день на угад. В моей голове звучит навязчивый зумер. Союмер. Стицы, союмер. В моей голове звучит устойчивый зумер. Союмер. Я слышал, союмер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тридцать лет не хотят просыпаться. Многое музыка, когда не хватит. Смотреться, даже кино без альтернатив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стицы, союмер. Стицы, союмер. В моей голове звучит панический зумер. Стоюмер. Да ладно, стоюмер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не прав был патологоанатом. Зачем он вообще-то вовгляд к Гиппократу? Я с ним не согласен, был в корне тогда. Война давно закончилась, а мы и не знали. Верили, что молодость еще не потеряли. Так и пускали под откос новые поезда. В моей голове звучит хронический зумер. Стоюмер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, мы выпустили два альбома полноценных. Еще выпустили эпишник. Выпустили... Несколько синглов. Какие-то синглы. Сделали несколько клипов. Несколько клипов. Притом штучек шесть, по-моему, у нас. Да? Это есть считать Путина? Раз Путина. Считать? Чего не считать? Да. И сейчас мы вот в раздумьях, делать ли очередной клип. У нас разночтение. Да, на болевшую тему сейчас. Васян считает, что песни лирической, там ничего особенного нет. Она вообще про любовь. Даже про сексуальное влечение. А Васян считает, что сейчас делать песню со словом коронавирус... Антихайп будет какой-то, мне кажется. Но сегодня с утра, кстати, я подумал, меня осенило. Так, так, так. Так, потому уже нет. Уже не антихайп. Вот сейчас вот самое время. За работу! Значит... Я забыл тебе об этом все-таки сказать. Я ехал сюда с этой мыслью. И понял. Это хорошо. Потому что есть уже идея клипа. Уже... Все, сейчас я звоню режиссеру. Отлично, мы мутим. Давай, давай. Время тем более сейчас... Да. Время свободное. Концерты все обвинены. Перенесены, перенесены. Ты потом расскажешь, почему ты передумал. Это интересно. Я просто посмотрел, что происходит в соцсетях. Вот этот движняк. И просто понял, что нет, все-таки нормально. Отлично. А у меня в голове все время так происходит. Вот недавно с человеком делали какой-то его текст. Я говорю, мне не нравится вот эта строчка, вот эта, вот эта, вот эта. Он говорит, нет, я написал, а хочу, чтобы было так. Я такой вначале... А потом, а все, я себе все объяснил. Пусть будет, как ты написал. То есть сначала мне не нравится, но я нахожу объяснение. Ну все, отлично. Видимо, ты тоже нашел какое-то объяснение. Нет, просто я наблюдал за соцсетями, за информацией какой-то. И понял, что меня все сложилось. Я на них не обращаю внимания. Слот и модем такие разные вещи, но сильно разные, что... А потом было вот, например, две вещи, решились сами с собой. Я их притащил в слот. Это вот Колян пел Cloud Stories. И какая-то еще песенка у нас есть на альбоме, на втором. Клуб самобийц какой-нибудь. Клуб самобийц. Да, я их притащил в слот, но решили, что это нафталин. Ну у тебя варанжировочка там была такая. Так переделок-то можно? Ну какая разница? Не взяли. Ну не взяли, ладно, все, в модем. А так бывает, что... Ну и не поймешь. Не поймешь. Например, когда мы делали с Планом Ломоносовым 3Ч, потом подошла Нуке и сказала, а чей текст? Я говорю, мой. А почему ты в слот такой не пишешь? Я говорю, какое такое? Ну вот раз. Я вообще не понимал, что в слот может пойти, в принципе. Ну 3Ч в слот очень странно. Да, и мне было странно. Ну вот я даже не заикался, думал, сейчас меня прошьют. Я же так считаю, что 3Ч в модем, это странно. Да? Если честно. А в Плане Ломоносова? А по тексту Ломоносова все по тексту или по музыке? Да, кстати, вопрос. В совокупности это такое. Просто получилось гармонично. Мы как группа модема именно, как вот эта творческая единица из нас троих, пока вряд ли испытываем то, о чем мы поем. Как группа модем. Ну, понятно, что каждый из нас отдельно накатался, на них смотрелся и наделался, но вместе пока... Калям про то, что мы пока не ездим практически. Чтобы не кататься, да, да, да. Чтобы написалась песня «Цой умер», катализатором в моей голове служило интервью к какому-то каналу, ну его, наверное, нельзя называть, а я и не помню, который приехал, как они снимают обычно такие штуки, во двор прямо дома, приехали, где-то поставили в кустах камеры, и вот я что-то говорю. И тогда была история, что права на все наследие Цоя переходила от «Мороз рекордс» к ПМИ, а читай к ПМИ родственникам Цоя. В общем, довольно-таки грязная была дележечка, и когда мы все это перетирали, обсуждали... Вот, мне просто... Так еще это Полина Гагарина, точнее, она с Гармухиной, то есть там много вот этого всего. Какие-то кавер-группы с корейцами или там с якутами, которые ездят сейчас песни Цоя поют. Где-то поют, так сказать, от души, может быть, даже корейцы и якуты. А тут прям дележка бабок. И мне вот захотелось, чтобы Цой был жив. Вот прям, чтобы это не происходило. Хотя название... Чтобы все было его. Другое, но да. Да. И я прям там сказал, что мне кажется, я напишу песню, которая будет называться «Цой умер». Так же решилось на интервью. Да. И я потом что-то как-то забыл, а потом опять всплыло, и пошло дело. Потому что вначале было непонятно, что тут вообще можно написать-то. Потом я понял, что это какой-то вызов прям. Что тема такая, ха-ха-ха-ха, скользкая. И тоже была куча народу, которые говорили, это анти-хайп. Мне прям говорили, что тебя закопают. Закопают? Да. Тебя похоронят. Как артиста тебя... Не то, чтобы там тебя похоронят, убьют. Вот. А просто это все, это конец какой бы то ни было карьеры. А потом... И даже мне один очень такого нашего крупного лейбла голова говорил, что не-не, даже не надо, не надо. Здесь мы хотим сказать слава благодарности, прежде всего, нашему... Георгию Черданцеву, потому что он был продюсером. И он организовал все это, вот он нашел режиссера и оператора. Он сказал, я знаю эти парни, они отличные. Я видел, правда, режиссера подобный короткий метр, а так они снимают рекламу какую-то, занимают невероятные деньги какие-то. И тут им тоже понравился трек. И они такие, давайте. И вот мы начали думать, что. И получилось... С таким энтузиазмом они еще подошли. Не, они молчили, но они такие профи просто еще там, и вся команда, все такие позитивные, все друг друга поддерживают. Нашли вот этих деток корейских. Ну, они все москвичи, эти детки корейские. Ну, там познакомы буквально. Класс. И, в общем, нужно озвучить. Конечно, Александр Соловьев — это режиссер. Клип Александр Ефошкин — это прекрасный оператор. Песня про кино. Хотя песни не про кино. Надо заметить. Это успех. И потом у нас такие просмотры на YouTube случились. Для коллектива, который, грубо говоря, все равно пока еще начинает. 20 лет начинает, никак начать не может. И тут хок 700 тысяч. Есть сколько там уже? Да уже больше. Ну, наверное, больше. Ну, в общем, это был маленький успех. Прекрасно. По поводу песни Распутина и клипа. И мы тогда, кстати, набрали 100 тысяч на YouTube, просто за счет того, что это была тема номер один в стране. Слушайте, ну, актуальность этой песни и клипа, в принципе, в Конституцию прописали. Так что... Да, и у нас там про Конституцию. И мы же веселились, сделали в клипе вот такие вещи, которые говорят о многоразовости президента. Вот. И у нас там, значит, многоразовая жвачка, многоразовые презервативы. То есть все вещи, которые одноразовые в использовании, мы сделали многоразовыми и назвали их как-то по-президентски. Жвачка президент так и называлась, по-моему. А, презерватив называется распутник. Да, распутник. Ну, у нас там еще была туалетная бумага, да, но я ее уже не помню. Которая сейчас очень мало. Надо свою линию срочненько открывать. Вот ту. Можем денег заработать. Блин, надо срочно мер всякую делать. А, я вспомнил. Мы взяли бумагу Зева и сделали бумагу Вова. Вот таким логотипом такой. Еще одно мудрое решение пришло. Дорогие детки, садитесь поудобнее. Сейчас мы вам расскажем запутанную Сказочку. В третий вятом царстве на распутье Распустился раз Путин, кто был этот чел? Зачем пытался я дойти до сути? Не заснуть долгий путь. Через годы же в Крему тяжела страна И вот и на, вот и раз Путин. Раз Путин, два Путин. Как не путаться в словах И при этом оставаться При своих прикладах. Знать хотим, кто мне от вины. Кто он главный гражданин? Мы народ большой страны. Вот наш паспорт и штанин. В одну реку дважды не войти. Там вот и новые меняются цари и председатели. Хорошие хреновые олени встали. Пропускаем вниз под списком. Крутим ельц и Путин. Но медведев, и вот те раз, вот те два Путин. Раз Путин, два Путин. Как не путаться в словах И при этом оставаться При своих прикладах. Знать хотим, кто мне от вины. Кто он главный гражданин? Мы народ большой страны. Вот наш паспорт и штанин. Такая порода, слуга народа. Хорошая мина, оскал кукловода. Игра плохая, но тихо хает. People have it, кричит что-то типа Зи хает. Такая система, ты или в госте? С теми, кому приходится лезть в носте. Ну, ну, или ты сам стена? Тогда все идут на. А у тебя есть какое-то временно. Даже времена. Оппозиция в позиции. Не взлететь, так разбиться. Будто не успев родиться, Подутиться, злиться. Голодный вор. Набора сытого, а сам не сыт. Знай, зато вы убитым Выдают строк или два. Это как за революцию. Всем понятно, политика работает Типа проституция. Ну, так-то надо было без контрацентра Поиметь конституцию. Не врылись оба закону, Но как-то не круто. Раз Путин, два Путин. Как не путаться в словах И при этом оставаться При своих приколовах. Знать хотим, кто мне вины, Кто главный гражданин. А мы народ большой страны, Вот наш паспорт и штанин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно перестал посещать, Хотя раньше ходил на президентских, Какие-то, ну, по-моему, бесполезные. На какие-то выборы я один раз ходил, Почему-то, я уже забыл, Почему моя голове повернулась так, Что я решил пойти. Но вот если сейчас будут выборы За принимать конституцию И не принимать, Я пойду, конечно. Я плохой гражданин. Я что-то не очень схожу. Плохая собака. Плохой гражданин. Не, ну сейчас надо сходить. Думаешь? Да. Так сказали, что обнуление не обсуждается. Как не обсуждается? В конституции не обсуждается? Сказали, что обнуление не обсуждается, Заявили. Тогда я пойду. А остальное не интересно. То есть оно по-любому все как бы. То есть оно уже принятое? Сказали, что не обсуждается. Вот это мы наванговали, значит, в клипе-то. Просто я об этом и говорю, Что конституционный салтофон Одобрил поправки в конституцию. Сволыше! Это наше конституционный салтофон. Нельзя делать. Почему меня не спросили? Я российский гражданин. Паспорт и штанин. Плохо. Ну, тебя спросят 22-го, конечно. Так спросят меня про конституцию, А про обнуление я хочу, Что меня спросили. Спросите меня. Мне есть что сказать. Игорян, на какой музыке ты рос? Ты-то больше всего не... Спасибо за вопрос. Я изначально рос... Ну, понятно, я был в музыкальной школе И там была всяческая классика. Она осталась со мной где-то. А потом папа, Его катушечные магнитофоны, Все вот эти, На которых обнаружился весь Битлз. И вот это для меня было очень важно. И этот Битлз, он прям остался Как фундамент. Дальше я могу все это Мое музыкальное генеалогическое дерево ввести, Но это долго. Ну вот... А можно поступить так. Я вот немножко помладше, Я рос на следующем поколении. Через следующем. Что это было? У меня были ВХСки с концертами Ганса Н Роуза, Сэра Смит. Это ты через поколение нашел? Это через. Да, через. Я тут тоже не присутствовал на этой земле, Когда Битлз гремели. Ну вот, я тоже не застал, что называется. Но зашло. Короче, ну на таком, довольно, По нынешним меркам уже древнем, Динозаврием роке. Я тоже. И мои дети будут расти на этой же музыке. Да? Однозначно. А им это надо? Мне это надо. А ну, в принципе, да, я же рост на музыке отца, получается. Я же, ну, потому что... Я тоже не сам выбрал ВХС. Когда я готов был впитывать все это, Это же были уже, ну, на давновение. Битлз давно распались. Короче, нужно заложить некий культурный пласт ценностей, А дальше слушай, что хочешь. А дальше слушай браматальщиков. Да? Нет. Так же, как и вас, родители научили меня тоже. Группа Queen. Такая была замечательная. Меня отец с моим дядькой научили этой группе. И до сих пор все-таки, наверное, самая моя любимая группа. Вот мы и связали через поколение. То есть изи Битлз пришли к нам. Да, они где-то у меня только нравятся. Да, да, да. У меня в детстве пластинка была. Пластинка. Круглая. Круглая, да. Песня была на недельку в Комарово. У меня в детстве любимая песня была. Вот даже в детстве в детстве. Я прям с ума сходил, да. Ну, это шлягер такой прям. Шлягер, да. Ну, да. Ну, всем нравилось. Года четыре, наверное. Ну, настоящее это слово какое честное, правильное выбрал. Шлягер. Ну, а разные, совершенно разные. Я вот считаю, что все-таки от классики до современных даже каких-то там электронных стилей. То есть нужно все-таки широкий, чтобы кругозор был в плане развития музыки. Но это если детям, например, заниматься музыкой. Если, конечно, не заниматься музыкой, ну, какие-то классические из какого-то стиля. Что происходит в российской музыке? Насколько я знаю, насколько я не слежу за этим, вроде бы рэп везде занимает все вершины чартов. Если бы это рэпом могло называться... Но? Ну, хип-коп-рэп, да. До фигня в российской музыке происходит. А тебе ни один рэпер не нравится? А импорт не рэперы, они... Ну-ка. Бормотальщики. Бормотальщики? Бормотушечники. Они... А где там рэп? Не, ну, для меня не... Ну, со временем... А это не такой, айскьюб такой, что... Это не рэп, это люди, которые, блин... А что, блочную музыку в кубе сиделывают и бормочут какую-то хрень в микрофон? А что есть рэп? Оникс? Ну, как минимум, он всегда для меня должен быть талантлив в скорости дикции фристайля и прочим. А у нас талантлив в скорости дикции Оксимирон просто. Оксимирон хороший, да. Но это же не то, что происходит сейчас. Оксимирон сколько лет уже на рынке? Да. Но он не новая музыка. Ну, а носик, действительно. Но он не чистый. Он не чистый. Но это рокерон больше, чем рэп. Не чистый? Роккор. 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 Но носик, да, он прекрасен. Мат в песнях, мне кажется, тут от человека зависит. Многие люди умеют ругаться матом, многие люди не умеют ругаться. И вот мне кажется, те люди, которые умеют ругаться матом, там Шнурова взять, у него это очень вписывается. То есть он это грамотно делает. Если там каких-то там других людей брать, которые не умеют это делать, у них это просто будет ухо резать. Я не против мат в песнях, но если он звучит как-то красиво. Я не знаю, я не любитель мат в песнях. Даже упомянутый выше Шнуров, но есть треки, которые просто для меня не объяснить ничем. А я день рождения не буду исправлять. Класс, мне нравится. Ну, я не знаю. По мне, когда ребенок узнает все эти хорошие слова и просто подряд их в одно приложение вставил. Ну, мне в принципе не доводится исполнять такие песни. Я не планирую. Я на самом деле согласен с мнением Васяна. Я примерно так же ощущаю, что для употребления ненорматива всего этого должно быть обоснование художественное. Ну да. У Шнурова это очень не всегда. Но есть очень удачные моменты. Прям стоит отметить. Я просто могу пояснить, чтобы вы меня поняли. Я немножко проецирую это каким образом. Я вот когда прихожу в незнакомое мне общество, там дамы и господа, я не буду материться при них. Да, согласен. Понятно. Нет. Я тебя тоже понимаю. Со своими в окружении я легко это сделаю по местным. Я не всех зрителей знаю, не всех слушателей знаю, почему я должен в открытую так обращаться к ним. Я считаю, что это не очень хорошо. Я очень люблю Колян, потому что он… Я даже не помню, когда ты… Кто ты? Употреблял, употреблял. Но если он это делает, то это дозировано там, где нужно, действительно. Я согласен с этой позицией тоже, что кого-то это может задеть. Но есть люди, которые… Например, Лаерский. Вот это, я считаю, лучший употребитель. А что до молодых артистов, которые там играют для молодых слушателей. Сейчас молодые слушатели такой тоже. Мне кажется, что они вообще как бы не лезут в карман за словечком. Не знаю, для меня опять же такой восторг, когда те со сцены поют какое-нибудь красивое трехбуквенное слово. Ну, не говорит, а что по интеллектуальности. Растязно. Да. И потом вторая, другая ступень. У меня вызывает подозрение. Люди, у которых вызывает восторг просто появление матерного слова в песне. Ну, а что оно усиливает? Мат ради мата просто. Это мат ради мата, оно там ничего не усиливает. Артисты, сидя здесь, как нам сообщили, сами признаются, что они используют это для того, чтобы привести в экстаз слушателя своего молодого. Я вот скоро пришлю вам песню, ладно? Она матерная все, да? Там есть один, там в припеве есть один такой заход на эту территорию. Я думал, что это будешь ты петь. Вообще-то я планировал, что это будет фит. Я еще хорошо, конечно, со шнуром. А, ты мне про это говорил. Я пока не дозвонил. Ты мне песню не погаловал, но говорил про это. Да, да, да. Ну, там сложно все-таки, выше только звезды, поэтому, может, и не получится. Если мы делаем фит, а песня-то остается, когда мы исполняем ее сами... Придется тебе, Колян. Ну, придется звать Шнура каждый раз. Каждый раз? Конечно. Кто платит? Нет, если мы продадим три наших квартиры, то разок он с нами будет. Разок, да. Я слышал название. Товарищ с ним, Паша Шкиль, ты не помнишь, Паша Шкиль из Питера? Чувак-барабанщик. Он сейчас с ним то ли турменеджером с Моргенштерном работает, то ли басистом. Он периодически играет с ним на видео. Видишь, басисты могут многое. Я слушал, да, смотрел. А я отстал пока. Могу сказать одно, когда у чувака закончится порошок, он, наверное, что-то нормальное будет делать. Пока есть порошок, вот такой вот будет. А стоит ознакомиться? Нет. Не понял. Какой-то клип 40 миллионов? А, альбом? Нет, ну, послушай, он там альбом сделал онлайн, его делал там сейчас за пару дней. Что-то такое. Это что-то же... Это же все это в этом... Тринейная звезда? Моргенштерн, да? Моргенштерн, да? Нет, там надо было от слова маргинал называться, поэтому маргинал что-то. Музыка в моей жизни появилась. И начал ей заниматься в тот момент, когда он начал слушать своих на тот момент, можно сказать, кумиров. Хотя у меня никогда их не было. То есть группа Queen была, потом начали появляться другие группы, более там тяжелая, там Нирвана. Появилось желание как бы копировать. Мне нравилось, как все это происходит. И уже с ребятами начали там собираться, пробовать что-то делать. Ну, изначально я сам учился, потом я поступил в музыкальной школе учился и в музыкальном колледже. То есть образование есть как бы. В дальнейшем это уже появилось. Когда я понял, что музыка все-таки это мое. У меня там и высшее образование экономическое есть. Но... Экономическое? Да, экономист я... Что делать, Васян? А у тебя какое? А я забыл все, я стал музыкой заниматься. Что делать? Видел, что с нефтью. Экономить. Экономить, да. Ну потом как-то, короче, расставил приоритет и выбрал музыку. На этом и остановился. Слушай, а тебе у Queen прям все нравилось от и до? Нет. Какие-то были вещи, я уж так не вспомнил. Ну да, да, да. Я в музыку вляпался вообще не по собственному желанию. Меня насильственным образом, чтобы ребенку было чем заниматься, отправили в музыкальную школу по классу фортепиано. Где я страдал и мучился пять лет, я ненавидел это все. Что у меня-то? Нет. Ненавидел. В итоге я сбежал после пятого класса оттуда. Вздохнул свободно, пошел играть во дворе в футбол и был счастливым ребенком. А потом лет, наверное, 13-14, тогда я опять же, ну все, наверное, так, да? Слушаешь, слушаешь. Ну да, да, да. То, что тебе нравится, ты начинаешь думать, как бы сделать что-то похожее. Я бы так хотел бы. Любовь к бас-гитаре я не могу ничем объяснить. Просто меня тянуло именно к этому инструменту. Наверное, какие-то комплексы. Я просто такой маленький, не черненький. Бас, это какой-то обратный. Это главный инструмент. А это синдром напориона, да? Да, конечно. Потому что если я сыграю не ту ноту, то я испорчу все. Вы зависимы от меня из стада. Пять классов образования музыкальной школы. Дальше все мое музыкальное образование это самостоятельное обучение. Подожди, ты на басу не учился? Нет. Нет, я занимался дома сам. А вокалом? А помимо музыкального, да, я лингвист-переводчик. Колям просто так круто играет и поет, что кажется, что он не мог не учиться. Ну да, да. Сейчас это вообще кайф. Всем вам совет, кто хочет научиться. Блин, YouTube для нас это все. Да, да, да. Надо научиться вообще всему. Я думаю, ремонт сделал благодаря YouTube. Я гитары строю благодаря YouTube. Из досок просто. Ну я тоже, да. Соответственно, а вот тогда надо было покупать аудиокассеты с книжечками, которые к ним прилагались. Ну информации было очень мало. Да, было тяжело. Информации было. Но вот сейчас тоже, на самом-то говоришь, YouTube, да, перенасыщение информации. Слишком большой поток информации. Да, надо вернуться как-то выбрать еще. То есть фильтровать приходится еще. Ну если с таким запросом, типа как научиться кататься на санках, залезть в YouTube, я думаю, что там… Нет, не рада. Берите своего ребенка. Это вид спорта… Давайте санки. Санки, да, и поехали. И тяните санки на веревочку. Ну это такой вид спорта, он в плохом смысле элитарный. Или можно сказать, забитый. Поэтому вряд ли можно найти информацию, как гонять на санях по ледяному желбу. Она никому не нужна просто. Но я до санного спорта тоже, у меня была музыкальная школа, в которой меня также пристроили, чтобы не болтался. Но меня успели пристроить куда угодно, в спортивную секцию. Ну понятно, общеобразовательное. Пристроили в спортивную секцию. В музыкальную школу. И еще какой момент я успел в какой-то радиокружок ходить. А там-то что, лампы? А я когда из них… Нет, я ничего не помню, когда мы вынесли достаточное количество радиодеталей для кого-то из друзей. Вот. Я перестал туда ходить. Но был момент, когда я четыре дисциплины, в общем, закрывал. И в музыкальной школе начали меня… По прошествии всех этих лет я предъявил папе как-то, говорю, «Почему ты не отдал меня на гитару?» Папа чуть просто не… Он мгновенно покраснел и чуть не взорвался от возмущения. Говорит, я тебя заставлял, но ты отказывался. Оказывается, меня заставляли играть на гитаре в музыкальной школе. Но ты об этом не помнишь? Я не помню вообще, хоть ты хоть убей. То есть я прям ответственность на гитаре не буду, оказывается. Я хорошо помню. На гитаре в музыкальную школу. Нет, школу помню. Меня перед школой предлагали… А, да? И когда пришли на приемный что-то такое… Приемный день, я не знаю… Прибежала какая-то четка и сказала, «Так, покажи руки. Какие подушечки. Все. Скрипка». Ну вот. Я ничего не понимаю. Я маленький, мне 6 лет. Ну вот. Я только потом начал понимать, когда ты оказываешься… Где-то ты стоишь. И вот это… Там же память не очень работает. 6 лет. Уже давно это было. И вот… Но осталось вот это ощущение, когда… Так, так, локоточек… Почему я должен сюда локоть тянуть? Мне неудобно. А подворотчик сюда. Есть такая подушка дурацкая. Когда не было этого… Как это называется? Подставка под скрипку. Не знаю, как это называется. Мостик по роже. Мостик какой-то, наверное. Ну вот. Вот такая дурацкая подушка на веревке. Такая сшитая, не знаю, мамой. Наверное, вельветовая. И вот это все. И вот это… Я представляю, что это за звук. Поставь палец сюда. Он не ставится. Ну, короче, это было страшное мучение. Скрип на барабанах еще играл. Он учился играть. Да. И через полтора года вот этих скрипов вот этих душевных и телесных я решил, что я не могу больше. И мой дед садился как-то вот дома на табуретку. И я такой просто… Под него скрипка так… Дед садится на табуретку, сразу два скрипка. Просто делает так… Да вот. И я кричу, дедушка, что ты наделал? Ну вот. Какой ты хитрый. Приходит папа, видит меня просто насквозь. И я получаю второй раз в жизни ремня. Ну, в принципе, и последний. Ну, как истинный пистолодцы, он говорит, ладно, я тебя понял. На чем будем играть? Я говорю, ну, а что там есть? На садике. На садике. Что там осталось в меню? Слушайте, кстати говоря, вы заметили, да? Обратили внимание, что только скрипачи уничтожают свои инструменты из ненависти как-то к ним, собственно. Да, не знаю. Я не знаю. Скрипачи вечно их там подкладывают, ломают, что-то с ними творят, чтобы не играть на них. Ну, как бы я не видел тромбониста, который бы гнул там целый тромбон в ненависть. Я не видел скрипачей, которые ломают, кроме кэша. Нет, я только и слышу. Да? Да, типа, историю из детства, что скрипку выкидывал, там, ломал ее, что-то с ней еще делал. Ну, в общем, я выбрал там барабаны и закончил музыкальную школу барабаном. Но к фортепиано у меня было такое же отношение, как у тебя. Я приходил на этот урок или особенно что-то сдавать, вот, приходил, я ехал в музыкальную школу, приезжал, стоял вот так под дверью, ходил, думаю, по коридору туда-сюда и уезжал домой. Да, потом произошел момент в седьмом классе, когда школа закончилась, из-за коленей мне нельзя было бегать на лыжах, которыми я занимался в тот момент, на беговых. И музыкальная школа закончилась тоже на тот момент. Или, по-моему, вообще. Я ее закончил, в принципе, она закончилась. И у меня такой образовался какой-то конец мая, когда я такой, я не привык, что я ничего не делаю вообще. Я просто вешу в воздухе. В мае на санках класс. Как бы никуда идти, куда? Мне никуда не надо идти. А моего братца, папа пристроил как раз всех «Сусаново спорта», она недалеко от дома просто была, на стадионе «Искра». И я такой поехал кататься на велосипеде, думаю, сейчас я посмотрю, что они там, чем там братья-то занимаются. Они побегали, размялись, немножко физической подготовки и футбол. И такой… Класс! То, что надо. Я участвую. Запишусь-ка я на лето. Лето, казалось, не одно, а десять. Но здесь в спорте все просто. Если ты бежишь стометровку за 9,50, что-то там, ты Усейн Болт. Особенно в таких, в олимпийских видах спорта, в таких вот, в объективных. Даже в менее объективных видах спорта, где появляются какие-то судьи, уже там не так все односложно. А в музыке судьи все зрители судьи. Ну да. Ну вот. И тут уже столько понятий, цензов, мнений, все это пересекается. Плюс еще от моды зависит очень много. Да, иногда, то есть получается, что на вершине оказывается музыкант, который сильно слабее того, кто где-то там, про которого никто знать не знает. А со спортом так не получится, если ты бегаешь за 9. Тут цифра. И все. 50, ты Усейн Болт. В руках автомат, потому что солдат блестят ордена, потому что война вернулся домой, потому что герой вернулся домой. Живой. Это тишина и солнцесвет. Вдруг сказали, смерти больше нет. Просто солнцесвет и тишина. Вдруг сказали, кончилась война. Вернулся живой, видно правда с тобой. Соскучилась мать и от счастья рыдать. А примет жена и так посмотрит она, что снова придет весна. Это тишина и солнцесвет. Это тишина и солнцесвет. Вдруг сказали, смерти больше нет. Просто солнцесвет и тишина. Вдруг сказали, кончилась война. И наступила тишина, как будто пошлист осенний. Застыл и кончилась война. А этот выстрел был последний. Вдруг стало слышно пень птиц. И речку снова слышно стало. Ветрами смерть смахнула с лиц. Это тишина и солнцесвет. Вдруг сказали, смерти больше нет. Просто солнцесвет и тишина. Вдруг сказали, кончилась война. Начал делать татуировку. Слежу за многими видеоблогерами-татуировщиками. То есть постоянно. У меня каждый день какие-то видео я там осматриваю. Я с какого-то момента в своей жизни углубился в изготовлении музыкальных инструментов. Опыта краснодеревщика ноль. То есть я, в принципе, никогда не занимался этим. Стамеску в нормальных руках не держал. Мне пришлось где-то набираться всего этого. Соответственно, да, есть ряд блогеров зарубежных. Потому что я отечественных не видел таких. Да и, в принципе, по-моему, их нет до сих пор. Да, я сегодня эфир здесь у вас отыграл на гитаре, которую я сделал сам. Вот месяц назад я ее закончил. Бас-гитары? А нет, гитары тоже ты делал? Ну, гитары я не очень люблю делать, да. Он вообще не уделяет этому внимания. Я не уделяю этому внимания, потому что я в вечном процессе обучения. Нет предела совершенства. Сейчас я тебя понимаю. Они же у тебя будут дорогие. Очень. Да. А сейчас кризис. Надо срочно сделать дешевле. Гитары для кого делаются? Наверное, для музыкантов. Ну, по большей части. Музыкантов сейчас работы не будет. Тоже работы не будет. Ну, молодые есть музыканты, которые учатся. Ну, можно делать недорогие инструменты. Ну, вот предыдущую версию этой модели бас-гитары, Ширли, бренд Ширли у него называется, мы записывали какой-то трек у нас был крайний. Ты принес как раз, мы записали. Цой умер, помните? Да, да. Ну, вот. Я хочу сказать, что я лучшие инструменты не слышал. Ну, правда прям. Здоровое любопытство, мне кажется, взыграло. Ну, вообще, в первую очередь, негодование ценами на хорошие инструменты. Ты же сказал, что у тебя тоже дорого. Да, но я теперь понял, почему. Ну, просто гитара, которая стоит там от трех до пяти тысяч долларов, для меня тогда это было что-то заоблачно, я не мог себе такое позволить. В принципе, и сейчас не могу. Ну, сейчас у меня просто рука не поднимется, такие деньги отдавать за гитару. Я могу сделать. Покупить и сделать. Да. Вот. Я просто стал интересоваться, почему, из чего она сделана, что там с деревом, что с электроникой, с конструкцией, как это все работает и почему это столько стоит. Когда я никуда не спешу, это, в принципе, месяца, наверное, три. Можно быстрее. Но этому нужно наделять очень много времени. Он занимается всем, а это время от времени. Это мое хобби. В перерывах между тем, как я строгаю дерево, надо еще на концерты поездить. Но зато у меня есть люди, которые льют эти тарелки, куют. Вот у меня на установке висят нижегородские ребята. Они, если ничего, реклама там. А что-то протечные производители. Да, это ребята с Нижнего Новгорода. Фирма называется ED Symbols. Отличные тарелки делают. Прям класс. Вот я уже с ними сотрудничаю года три, наверное, с семнадцатого, кажется, года. И прямо... Ну что, Васян, гитара надо... Все, закончится. Гитара закончится, интерес к ним. Будем тарелки ставить. Будем тарелки делать. Да. И блюдце. Когда я начинал только музыкой заниматься, я параллельно татуировкой тогда начал заниматься. Это начало двухтысячных было. Даже какие-то вот себе делал, там, на пару со своим товарищем. Мы там вместе что-то делали. Но в силу того, что не было денег и вообще не существовало в России практически нормального оборудования татуировочного, и информации никакой не было, у меня как-то это все заглохло. Потому что музыкальной информации намного больше было. И поэтому как бы продолжим музыкой заниматься. Появилась возможность, и много времени появилось, куча информации появилось, оборудование. И поэтому сейчас как-то решил возобновить как хобби. Ну, с Игорем мы говорили, но Коля раньше, мне кажется, хотел. Да, более раньше. А тебе что-то на ноге хотел сделать что-то? Да, хотел, но что-то я показываю. Я давно, у меня есть. Я давно, уже как-то, наверное, года три, я ничего не добавлял к себе. Я подостыл немножко к этой теме почему-то. Хочешь немножко более опять? Нет, более не хочется. Более не хочется, я согласен. А доделать надо, а более не хочется. Да, то есть ты первый, да, оказывается? Ну, мы говорили об этом, но доделал почему-то пока не дошло. Это музыкант Фет недавно буквально делал, катал очень барабанщик группы 7b. Вот я ему там на руке татуировку делал. Васян уже еще художник, он руками рисовать может. У меня не так много пока еще сделал татуировок, и необычных мест не было. Сожалеешь? Нет. Ждешь? Нет. Мне пока на обычных участках научиться делать. Но я видел, как он одну татушку, которую он сделал по пьяни. И я говорю, да ладно, это по пьяни? Думаю, нормально. После этого я... Так ты тоже бухой был, наверное. Я не смотрел, да? Нет, я не смотрел. Но показали результат. Он по пьяни немножко выпил, чтобы руками. Немножко по пьяни. Вот. А чтобы не тряслась? Да. А что трясутся русские? Ну вот, и в общем, так что, значит, по трезвяку, наверное, вообще топ. Поэтому я с ним уже обсуждал, что мне надо там доделать кое-что. Мы обсуждаем, какого рода градиенты он делает. На тебе точки, а мне не точки. В общем, пока на уровне согласования. Мокрый. Да я мокрый. Ну как, кто когда что-то хочет, то и пьет. Мера во всем должна быть. И... Да, Васян вот сегодня без меры. Просто без меры кофе хлистал. Столько нельзя. Потому что я сонный. У меня, кстати, голод прошла. Да там музыка вот эта все ваша. От нее голова и болит. Да, видимо. Мне, например, больше натурально симпатично. Про силикон в губах особенно. Мне очень не нравится, когда девушки колют себе губы, но это выглядит не естественно. Я ни разу еще не видел, чтобы выглядели губы естественно. Нет, бывает. Просто ты не знаешь, когда там есть инъекции. Может быть, да, я об этом не знаю, но, блин, так как я вижу, когда это, мне это не нравится. Я все-таки за естественную красоту. Да бывают и естественные такие. Просто ухаживать с собой? Это там надо. Да, за кожей ухаживать. То есть все равно все это естественно должно быть. А что-то колоть себе как-то, ну... Мне кажется, пусть... С возрастом может быть, да, когда совсем там уже начинаются какие-то изменения возрастные, там, морщины. Можно что-то там уколоть, какие-то нитки вставить себе. Колоть и забыть. Если девушке лучше психологически от того, что она сейчас сделала огромные сиськи... Да еще и вредно для здоровья. Я недавно ток-шоу смотрел. Там была наша какая-то тоже ведущая. Не помню кто. У него, говорят, потеет силикон, так называемая. Потеет силикон, да. То есть у него через... Выходит все это дело в кожу, ну, в кожу, внутрь. И для организма не очень хорошо это все делает. Пришлось делать операцию, вытаскивать все это. Я тебе хочу сказать, как человеку, который мастер на все руки, потому что непонятно, до чего ты дойдешь, может... Что операции делаются не только на увеличение, но и на уменьшение. Да, безусловно. Ну вот. А если... Ну, если уж мы говорим о груди женской, но если женщина страдает и, там, не знаю, прыгнуть разок не может нормально... Что они прострадают в шестом времени. Ну, а трещь, ладно, хрен сам. Ну да, они для этого перебора не улучшают. Если пластическая хирургия должна быть, она обязана быть, чтобы решать какие-то проблемы в теле человека. Есть проблема, человек себе не нравится. Себе. Он хочет быть другим. И если... Если человек себе не нравится, мне кажется, нужно к психологу сначала сходить. О-о-о, тут нужно убить двух зайцев. Ну и что? Ну там, может быть, объективно... Если человек себе не нравится, это психологическая проблема, я считаю. Ну, есть в этом доля истины, но хочется же эстетики какой-то там. Если что-то хочется подправить, я считаю, можно подправить. Лишь бы это было сделано на уровне и все выглядело натурально как раз. Дружба, в принципе? Конечно. Есть, конечно. Это очень ценно. Дружба, да, это, наверное, самая ценная вещь, которая сейчас самая главная в нашей жизни, мне кажется. Ну, мне кажется, это, красавчик, вещь, которая рискует все-таки никогда не пропасть и не исчезнуть. Даже без нее совсем никак. Друзей должно быть мало. Да. Знакомых много. Знакомых много, да. Да, хороших знакомых, адекватных. Может быть, много друзей. Да, там градация может быть какая угодно, но слово «друг» оно ко многому обязывает, поэтому. Да, таких людей немного. Допустим, мы друзья там с первого класса. Это не обязательно, абсолютно. Вот может возникнуть ощущение дружбы и значительно позже. Вот мы как-то с Немалевым, опять же таки, пересеклись уже непонятно во сколько. И у нас как-то такой контакт сразу возник. Вот именно, прежде всего, взаимопонимание и прям выхватывание, подхватывание слов на лету. И уже в какой-то момент, когда слова нужны уже полуслова или слова не нужны, ты уже понимаешь, что он скажет. И, конечно, в этом обязательно присутствует юмор, который понятиен обоим. Ну, наверняка, мне кажется, они везде есть. А как мне кажется, везде? Да. Я имен не назову. Я никого не знаю. Я тоже никого не знаю. У нас даже обидно. Какие мы отстаточки? Да зачем мы можем узнать? У нас даже гриф нет. Есть и есть. Да есть, конечно. Мне больше всего... Какая-то группа... Блэк-металлическая группа, где лидер, певец совершил камин-аут. Никто рассказывал. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Фильм еще про блэк-метал был. Наверное. Как его там звали? Забыл. Забыл. Короче... Может быть, допустим, лидер блэк-метал, да? То есть вообще андеграундный ментал, они такие все раскрашенные. Вот. И в интервью вокалисты спрашивают. А с вами почему-то все время молодой человек ходит. Это кто? Это мой бойфренд. А вы никогда не говорили. А вы не спрашивали. Не спрашивали. Я считаю, что это прекрасно. А вы не спрашивали. Так что если в таких нестаргии... Да. Я что-то даже сейчас буду смотреть на представителей русского урока вот так же. Да, да, да. Кстати, да. Согласен. А вы нет. А нет. Случайно ли? Да. Можно провоцировать, да? Да. Вскрыться. Пощался. А этот, наверное, натуральный. Нормальный, свой. Нет, какие-то все натуральные. Да блин, на самом деле очень трудно, мне кажется, определить вот так. Потому что это гей-детектор какой-то, да, должен быть. Я бы говорю, бывает наоборот. Просто ты никак в жизни бы не подумал. А бывают манерные натуралы. Да. Вот эти метровые, они такие достаточно. Кстати, я вот сейчас начинаю вспоминать. Сейчас мы списков составляем. И отправимся с ними. Не-не-не-не-не. Я не буду это озвучивать. Ладно, сейчас поговорим. Гей умер. Нет, я не... Гей умер. Гей умер. Ой. Ну, в общем, нет. Наверное, тут ничего не напишется, наверное, никогда. Что такое... Что ты можешь сказать? Мне кажется, когда-нибудь будет что сказать. Не-не-не-не зарекайся. О, я по телеку смотрю «Живая планета». Канал про животных там всякие. У меня коты даже мои смотрят. «Форт Боярд» ты смотришь? А, смотрел «Форт Боярд». Ну, это я смотрел на Ютубе. Ага. Ну, в данном контексте просто удобнее, да? Посмотрел, когда захотел, а не когда его там показывают. Вот, у меня коты вот смотрят тоже «Живую планету» со мной. Канал. Особенно про белочек. Что, прям? Да, у меня кот, тигра, он прям сидит. Вот ты его даже знаешь, он... Ну, телевизор работает. Он как-то то ли узнает, то ли обращает внимание, когда какие-то бывают там National Geographic фильмы вот эти. Особенно, когда снег, белочки какие-то прыгают. Все, он может на час засесть и вот так вот смотреть просто. Главное вот так вот делать, когда кто-нибудь убегает там. Как голый? Ну, знаешь, кто из поля видимости экрана убегает, он такой начинает сразу. Класс. А ты не снимал кот, как он смотрит? Снимал. Класс. Я смотрю YouTube в основном. По телеку я смотрю только... Смотрел. Футбол. В виде Лиги Чемпионов. Ну... И АПЛ. АПЛ по телеку не показывает. Ну да, да, да. А что смотрит Кронк? Кронк это песик? Да, это собака моя. Ну, что-то с телевизором у него особо не смотрится. Интернет все-таки прочитает, да? Да. YouTube, конечно, да. Конечно, да. А так да, конечно, YouTube. Собачи новости. Мне кажется, сейчас у большинства это в приоритете. Я могу ошибаться, но я так думаю. А радио, кстати, я вообще не слушаю. Да, я тоже. Вообще. Никогда. Даже в машине никогда не включаю. Я же в радио постоянно слушаю. А я прошу выключить музыку. Я узнаю о новинках попсовой всякой музыки у таксистов. Вот я понял. А я особо прохладная музыка на ее новинках. Нет, обычно Like FM работает какой-нибудь. Ну, наверное, нельзя это называть. Like FM? Like FM есть такая, да. И вот там постоянно какие-то новинки. А где забыли? Дорожное радио какое-нибудь? Нет, почему-то у них всех Like FM. Не знаю. А я один раз еду в такси, у таксиста играет какой-то шансон. Если такая аранжировочка такая, какая-то грамотная, так все так. Я говорю, а это что такое? А он говорит, Михаил Круг. Я говорю, ну, нормально. Там же у него миди прям было огромное. Нет, там хорошо сделано. Это, видимо, позднее. По-ап из позднего, простите. Каюсь я просто, да, не все этапы творчества знаю. Да, я тоже. А я вот только это и знаю. Вот ту песню, аранжировку, точнее, не знаю. Знаю. А, я знаю «Ветер Северный». Ты не знаешь, что ли? Нет, знаю. Конечно, я же говорю, что я не со всеми этапами, собственно. А, да-да-да. Не знаю, какие аранжировки были под конец. Мы говорим про радио, что ты телевизор смотришь? Да, ты смотришь телевизор. Я смотрю телевизор, да, РБК, да. И мачтовая, конечно. Мачтовая, ну понятно. Даже я иногда смотрю, чтобы услышать там черданцева. Да-да-да. Но он классный, на самом деле. Я тут смотрел какой-то недавний коронавирусный матч. Без зрителей, естественно. И это же сказывается не только на футболистах, что трибуны молчат. Это сказывается и на комментаторе, который тоже комментирует. Который молчит. Комментирует из какого-то вакуума он комментирует события. Ну вот. И он прям вот, насколько надо, у него был сбавлен градус. И все равно тащил эту ниточку. Ну, умеет, в общем. У меня есть занятия. Вот хобби мое я уже назвал. Можно будет им заняться. Плюс будет еще больше времени на творчество. Можно музыку писать. Клип надо будет сейчас снять. Клип снять. Но если карантин будет общий. Текст прописать. Моглоязычный. А если Москву перекроют въезд. Я из Подмосковья не приеду. Хоть это новая Москва. Не смогу уехать. До этого пока не дошло. Будет снимать клип с интернетом. А по полдни застрелиться я, к счастью, своему деду сдал его охотничье ружье. У меня не получится просто застрелиться. Нечем. Да зачем? Что зачем? Застрелиться зачем? Нет, просто это было в вопросе. Как мне застрелиться? Отдать оружие. А занятия есть чем? Да. Книжки можно наконец-то читать. Время будет свободно. Да все равно не будет человек, который не читает книжки. Читает книжки. Он будет смотреть все равно фильмы. И вот эти потоковые сервисы. И в общем он потратится на какой-нибудь... Доставки еды. Конечно. Мы группу Модем. Мы группу Модем даем зуб. Что? Торжественно наклянемся, как они делают. Да, да, да. Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Это была в армии формулировка, я помню. Мы просто что-то... Сделаем все возможное, чтобы еще на 20 лет хватило. Да. Ну мы просто будем что-то делать, чтобы это было где-то в удовольствии. И будем надеяться, что где-то это возымеет эффект. Да. У нас, например, концерт стоит, очень случайно продуманно, поставленный на 18 июня. Хотели раньше, но не поставили по другим причинам. Оказалось, что это хорошо, что он там стоит. Пока ближайший план такой. А, ближайший план — снять клип, доделать трек. Наконец-таки снять клип, потому что Вася дал добро. Да. Это сегодня позитивный момент. И сделать его билингвел. Колян, как обладатель суперанглийского, он напишет текст. У нас уже есть англоязычный трек, который Колян написал. И потом сидел надо мной с палкой в студии, чтобы я там нормально спел. «Алд Уорс»? «Алд Уорс»? «Алд Уорс»? Этот вопрос мне Колян сразу задал. А зачем мы это делали? Ну, потому что коронавирус — это не чисто российская забава. Международная. Давай сделаем на итальянском, на китайском. На европейский. А ты можешь? Я нет. А ты как английский чемпион. По-французски из каждого языка. А он такой, да? А я думаю, что я вообще ничего не понимаю. Там ни хрена не понятно. Ну, они поют. А-а-а, вот мне открылись глаза-то. Ладно, в общем, что-то делать мы будем. Да. Наступает. Хорошие, несопланированные отпуска у всех. Так что будем чем-то заниматься, да, полезным. Главное — не поддаваться панике. Слушать хорошую музыку. Туалетной бумаги на все хватит. Можно и без туалетной бумаги. И без гречки можно, потому что рис есть, например. А хотя рис из Китая, да? Рис из Китая. Рис много где растет. Китай сейчас с коронавирусом мельче, чем где бы то ни было. Консервы. В общем... Не поддаваться панике. Слушать хорошую музыку. Мыть руки. Мыть руки. Следить за собой. За здоровьем своим. Да. Все будет хорошо. Ездить в Италию. Пока. Так тоже пустят сейчас. Да. Никто не пустит. Раззаботятся. Так и некоторые хотели ехать. Только я бы тоже не против концертов поиграть, ты знаешь. Ну... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok